В Якутске много вспоминали и говорили о трассе мужества Аляска-Сибирь. В этом году отмечается 75-летие перегона первых самолетов из Америки. В научно-практической конференции, посвященной юбилейной дате, авиаторы и историки-краеведы обсудили роль воздушной трассы Фэрбэнкс-Якутск-Красноярск в социально-экономическом развитии республики. Продолжит Любовь Васильева. До открытия трассы, до 43-го года практически на Неве господствовала немецкая авиация. Что хотела, творила. С появления этих самолетов и производства наших перевозированных самолетами, заводами, производственных самолетами, установка изменилась. Мы уже в Неве начали господствовать. Эти самолеты летали в боях в Курской дуге, Сталинграде, на юге фронта. На этих истребителях летал трежды герой Советского Союза, маршал авиации Александр Покрышкин. В годы войны Советским Союзом было выпущено около 80 тысяч самолетов. А по воздушной трассе Фэрбэнкс-Якутск-Красноярск, по Ленд-Лизу, было перегнано 8 тысяч транспортных и военных самолетов. Они сыграли важную роль в усовершенствовании отечественных самолетов. Также сама инфраструктура способствовала стремительному развитию авиации в послевоенные годы. Города Фэрбэнкс и Якутск являются побратимами. В своей поздравительной телеграмме, адресованной участникам конференции, якутянам, секретарь комитета побратимства Мелисса Чейпин передает, что эта история не забыта, что память о победителях священна. В штате Аляска сейчас еще перезахоронены останки тех авиаторов, 22-х, которые погибли в городе Номи и в городе Фэрбэнксе. Это хорошо для наших земляков, которые приезжают из разных городов России, и Москвы, и из Аляски. И для тех, кто живет там и помнит, приходить и поклониться их памяти. В работе конференции участвовал пилот малой авиации из Аляски. Компании, где работает Бенджамин Лула, испытывают американские самолеты малой авиации в условиях Крайнего Севера. По линии ДСААФ первый самолет Cessna 172 уже пробируется в Хангаласском районе. Я очень много слышал от своих друзей из ДСААФа о своих коллегах в маршруте Аляска-Сибирь. И я считаю, что дружба между Аляской и Сибирью очень значима. Еще более важно то, что эту дружбу люди помнят и сохраняют на протяжении 75 лет. Я верю, что она продолжится. Молодое поколение авиаторов помнит и знает историю воздушной трассы Аляска-Сибирь. Для меня, как для молодого нового летчика, это как важная составляющая. Ну и, естественно, площадки, аэродромы. То есть нужно это все возрождать, вспоминать. До войны в Якутии не было своей авиации. В 41-м году в якутской авиагруппе насчитывалось около 370 работников. А в начале 90-х в отрасли работало уже около 20 тысяч человек и 45 аэропортов. Благодаря историкам, исследователям маршрута авиаторов, строителей воздушной трассы Аляска-Сибирь сохраняется в книгах, научных работах и напоминает о значимости заслуг победителей войны. Любовь Васильева, Георгий Григорьев, МВК Саха, Якутск.